Привет всем и добро пожаловать на обзор энергетических вибраций 6 по 13 декабря. Что ж, нас ждет интересная неделя. Здесь нам предстоит ощутить множество энергетических потоков, словно вы переплетенных друг с другом в какой-то степени. И это будет ощущаться местами хорошо, местами немного слабее, но в общем это будет действительно благоприятная неделя. От того, что возможно в начале недели вам, возможно, немного трудно будет почувствовать мотивацию, ощутить сосредоточенность, в особенности после той остроты, которую мы ощущали на прошлой неделе, большого количества ясности с точки зрения мышления, принятия решений и именно в силу того, что она была столь обострена, ваш барометр, ваше восприятие и ощущение ясности и четкого мышления взлетели настолько высоко, что даже небольшая частичная затуманенность рассудка может в действительности восприниматься гораздо заметнее. Итак, это наверняка то, что вы, возможно, ощущаете на этой неделе. Если вы чувствуете что-то вроде «где же то ощущение потока из прошлой недели? Что случилось?», то это скорее всего потому, что вы улавливаете изменения, и именно поэтому это также может заставить вас вновь почувствовать себя сбитыми с толку при принятии решений. Итак, помните о том, что на этой неделе вы просто изящно скользите по ней, осознавая это. Так что если вы хотите принять решение и при этом ощущаете сомнения, это нормально. Отступите на шаг и переведите дыхание. Вернитесь еще раз к решению, что вы, возможно, захотите принять чуть позже. Или просто узнайте мнение окружающих на этот счет. Задействуйте близких друзей и членов семьи, как слушателей, что помогут вам принять наилучшее решение, что вам необходимо принять, особенно если это серьезное решение. Поэтому помните об этом, так как у нас может возникнуть то чувство, словно бы мы упускаем то чувство широких возможностей, что у нас было. И мы можем выдавать желаемое за действительное, немного впадая в мечтательность, и, возможно, принимать решение, основываясь на желаемом, думая о вещах, что были бы лучше, чем то, что мы предполагаем случиться, если это действительно произойдет. Так что помните об этом, так как мы не хотим впадать в подобное состояние. Итак, просто осознайте это и просто используйте людей как резонаторы. Общайтесь и давайте людям знать, если вы нуждаетесь в помощи. Ведь иногда труднее всего бывает просить поддержки, просить совета, так как ваше мнение и то, что вы высказываете, конечно же, является выражением вас самих. Это то, как вы выражаете свою личность, и в случае, когда кто-то критикует это, или если кто-то воспринимает что-либо как ошибочное или неверное, мы можем воспринять это чересчур близко к сердцу. Так как это кажется нам отражением нас самих и нашей личности. Но это не так. На этой неделе я приглашаю вас быть открытыми для обратной связи. Будьте открыты для мнений. Так что это только подтолкнет вас в правильном направлении, которое, конечно, находится именно там, где вы хотите быть. Итак, давайте побудем терпимее к самим себе на этой неделе, терпимее к возможным разочарованиям вокруг, или в те моменты, когда вы ощущаете что-то вроде «Этого просто не происходит! Пусть прошлая неделя вернется обратно, пожалуйста! Хорошо?» Так что не волнуйтесь и будьте непредвзятыми, так как глубоко внутри вас то, что подсознательно происходит за вашими разочарованиями, это та часть вас, которая ищет защищенности. Эта часть вас хочет безопасности, и вы пытаетесь отыскать это путем тех решений, что вы пытаетесь принять. И вот почему это может быть немного напряженным, потому что это как «Я хочу, чтобы это решение произошло! Я хочу, чтобы эта вещь продвигалась вперед! Я хочу, чтобы это случилось!» Так как это и есть конечная цель, да, вы получите то, что хотите. Но если вы посмотрите глубже, движущая сила этого – потребность в безопасности и стабильности. Так что будьте внимательны, если чувствуете недовольство. Оно вызвано этими глубоко заложенными потребностями, которые, возможно, также есть и у вас. И просто сознательно скажите самим себе «Я нахожусь именно там, где нужно в настоящий момент». И все будет происходить так, как и должно быть. Потому что весь этот месяц посвящен именно этому. Это время будет поддерживать вас, помогая создавать именно то, что вы хотите. Но это, скорее всего, начнет раскрываться уже немного ближе к концу следующей недели, а в большей степени к концу месяца. Но на этой неделе это также может произойти с вами ближе к концу недели. У вас могут появиться захватывающие возможности. Возможно, у вас могут наконец появиться ваши счастливые моменты. И если это произойдет с вами, если это ваш случай, тогда вам будет удобнее рисковать, верно? Попробуйте что-нибудь новое в это время, так как это очень могущественное время ближе к концу недели. Так как ваши слова на этой неделе будут невероятно мощными, очень мощными, помните о том, как следует их использовать, потому что вы можете рассматривать свои слова почти как оружие, что может нанести, по крайней мере, эмоциональный вред, сопоставимый с настоящим оружием. Ваши слова могут вызвать точно то же самое на этой неделе. Так что помните об этих удачных ударах, о том, как вы взаимодействуете, о чем просите, что и о чем говорите, так как помните, что бы это ни было, вы также высказываете это в окружающей вас среде. Вы, как я уверена, знаете это и знакомы с соматикой. Это то, как наши эмоции вибрируют через квантовое поле, и оно может изменять энергетические структуры, оно может изменять и физические структуры на активном молекулярном уровне. А это означает, что оно имеет огромное влияние на то, что вы говорите другим людям, и как это воздействует на них, и как их энергетическое тело также воспринимает это, так что здесь есть немного чувствительности и чересчур много силы с точки зрения наших эмоций и того, как мы это передаем. Так что обдумайте то, что вы желаете сказать мудро, а также очень осознанно, прежде чем высказывать это, ведь вы хотите продолжить выстраивать отношения, а не разрывать их. Итак, ребята, это все на сегодняшнюю неделю, и до следующей недели. Будьте светом, ведь вы и есть свет! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, что вы можете приобрести экземпляр моей книги под названием «Метафизическая анатомия» на Амазон, в которой я рассказываю о 679 медицинских заболеваниях, а также о причинах их возникновения с точки зрения психосоматики. Кроме того, я решила вас побаловать, добавив специальные пометки для того, чтобы вам было проще начать поиск ответов, на интересующие вас вопросы и улучшать свою жизнь. Не забудьте подписаться на мой инстаграм-аккаунт и ветроузру и страницу «Метафизической анатомии» в Фейсбуке. Увидимся в следующем видео!